всех приветствую на своем канале сегодня будет распаковка ростантау оригинальных оригинальная упаковка вот они приехали я только недавно выложил видео показывал катал 23 24 года люди интересуются всего за три дня по моему 1400 просмотров это прекрасно значит люди хотят покупать хотят сажать розы ну я думаю многим будет интересно увидеть именно вот оригинальные тантау которые были выращены в селекции германии селекция тантау и ими же произведены то есть куплены эти розы в германии вот адрес откуда прислали и сейчас я открою и посмотрим у меня есть еще одно видео на канале прошлогодняя там я распаковал вот эту розу артемис и немножко дальше там еще одна растет что я планирую видеть это счет бумага вложены потом наверное будет большой пакет прошлом году был зеленого цвета ну и собственно сами саженцы и так приступим и 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 Donald и и мини плетистой мини клетон роз и такие розы можно выращивать в больших контейнеров но это по описанию на сайте я ее планирую посадить под окном и я преследую цель получить с одной стороны плетистую розу с ее характеристиками с ее цветением но при этом мне не хотелось бы чтобы плетки там по два-три метра лезли в окно которые нужно будет срезать это неудобно вот так выглядит мне интересно увидеть точку прививки сейчас если получится откроем оригинальный коробок . прививки спрятана видно что идет раз два три 4 саженца где-то розу буду садить хотелось бы сегодня но может сегодня завтра не знаю как у нас сегодня дожди идут солнце и вообще непонятно какая погода так по высоте получается 24 сантиметра в макушке и высота гашка 20 сантиметров до земли это первая роза пускает новые листья листья по качеству хорошие видно что нет ни плесени не но что-то темненько есть пятнышко думаю мы с этим разберемся по стволам также есть пятна какие-то темные ну не знаю может быть была прихвачена мороза может что-то и надо ну посмотрим растет как бы почки пускает хорошо если пойдет я с ней дальше разберусь там проблем не будет и и и и и и так следующее следующее у нас диплав это темно-красная роза это новинка с 23 года сейчас решить немножко протру вот так она выглядит точка прививки обалденная мне очень интересно вот здесь идет раз побег два побег еще одна пара пусть будет три сколько почек прививает Тантау это все из одной почки или как-то есть технология что можно прямо три почки поставить в одно место те кто не в курсе те кто первый раз на канале или может быть вообще никогда не сажал роз это корень шиповника шиповники также делятся по сортам бывают дешевые сорта бывают дорогие сорта дорогие сорта обычно такие что не кидают паразитных побегов шиповника и очень хорошо проживается роза меня интересует корень 25 сантиметров теперь оцените точку прививки вот так я приложу два с половиной сантиметра это место откуда растет роза также покажу сам корень 20 ну почти ну пусть будет полтора ну наверное все таки ближе к двум диаметр корня я это видео хочу еще использовать у меня есть идея записать другое видео почему лучше покупать розы именно в сортовые вот в питомниках которые которые их выращивают берут больше денег чем стихийные продавцы на рынках но я уже буду рассказывать более детально в следующем в следующем или в другом видео а здесь я просто буду показывать и можно будет сравнить вот какой-то некоторый талон от известного производителя известного на весь мир с тем что вы можете купить в магазине или где-нибудь на рынке так смотрим следующего так это роза барок тоже классная роза я немножко про нее рассказывал когда делал обзор каталога не буду занимать время и сразу мы ее немного померяем шикарный корень 23 сантиметра длина здесь 20 21 точка прививки тоже около двух сантиметров получается два крупных побега с одной почки и толщина давайте ради интереса еще толщину ствола одного побега чуть более сантиметра сантиметр и пару миллиметров следующая эльф классная роза белого цвета длина корня тоже где-то 25 один мощный побег с этого побега уже вот другой пошел и еще один маленький шиповник корень подвой два сантиметра кстати не обратил внимание на ней нету еще почек то есть она или более поздняя позже пойдет в рост но новых побегов новых почек нет я не думаю что ее как-то здесь скажем так общипали что ли убрали ростки но скорее всего она пойдет немножко позже а может где-то материал рост в тени поэтому она такая вот с задержкой чекаем следующее о интересно как здесь получается корень и почти под 90 градусов почка пошла придется сажать под наклоном визуально вроде бы как так так не понял что значит Лешенко раз два три четыре я заказывал четыре раз два три четыре все правильно окей а тантау положили мне подарок это роза джаз я так понимаю гляну в каталог клянь штрау розы куферу ранге надо будет почитать маленькая типа типа рамблер наверное штрау это больше парковая это парковая роза ну танта вообще молодцы напомню у них один саженец стоит от 11 до 14 евро то есть за вот этот заказ вот этими бумажечками коробочками они оплатили они мне еще вкинули вот такой подарок ну давайте его тоже померяем значит корень сюда где-то 8 сантиметров отростки по 10 сантиметров диаметр 20 сантиметра видно у них стандарт какой-то на 2 сантиметра так и ну так выглядят прививки все вместе 2 с половиной сантиметра идет раз два три это похоже тоже прививка она кстати тоже может дать побег если тут клеточка живая почка живая может дать ну в целом конечно спасибо за подарок но я землю приготовил только для 4 кустов поэтому придется быстро что-то решать или может ее прикопать временно роза джаз я честно я сейчас даже не вспомню под каталогу какого цвета по-моему она светло-розовая по-моему ну не суть важно в любом случае найдется применение место есть куда-нибудь будет посажено туда ко всем в целом покупкой я доволен как я буду сажать ну я не вижу смысла я в прошлом видео показывал распаковка роз Тантау там ничего сложного нет есть некоторые нюансы если вам интересно можете поискать мое видео и те кто досмотрел до конца покажу как вышли две розы Тантау прошлогодние посадки вышли из земли артемис вот так сейчас где моя линейка давайте чекнем материал был такой же вот как я только что показывал то есть вот такие они приехали один в один и сейчас артемис уже стоит на высоте 60 сантиметров поверх ну пусть 50 будет 50 листья прекрасно себя чувствуют куст получил НПК весной немножко подсыпана свежая земля и уже по листьям получил один раз микроудобрения поэтому листики вот такие сияют и графин фон Хандерберг при обзоре каталога я рассказывал что она немножко потерпела было минус 12 где-то неделю и у нее были у нее были порывы на стволе они там миниатюрные их как бы еле видно они уже затянулись как только пошел сок было очень много муравьев ну там первая влага первый какой-то сахар от растения наверное муравьи охотно ее посещали листья небольшие она также микро уже получила и макро под корень всего лишь три побега нет четыре вру один второй третий четвертый в высоте получается до живой части 40 сантиметров и ее этикетка фирменная так она выглядит этикетки за зиму сохранились прекрасно никаких проблем плюс проволока медь если бы была нитка или не знаю какой-то другой материал леска возможно на солнце подгорело и оторвалось так закрепляется на розе и я думаю лет на несколько точно хватит и время будет запомнить что где растет те розы которые я купил не будут посажены вот здесь вот здесь и вот здесь посадку не буду показывать я думаю это не столь интересно уже будем ждать самих взрослых кустов спасибо большое за просмотр оставайтесь на канале